Перед нами две монетки далекого 1715 года, это времен правления Петра Великого. Вот еще интересно, в те времена еще цифры года писались не цифрами, а буквами. И вот, поскольку год написан 1715 буквами, но вот эти же буквы возможно же и прочесть, и вот я что-то не представляю, как вот это вот, вот не то, что ниже слова копейки, а щей, вот типа вот так вот. Но как на самом деле это звучит, я что-то не представляю. И тем не менее, обе монеточки, и серебряные, и медные, времен правления Петра Великого, дожили до наших дней. Сейчас я вам покажу в медной заднюю сторону. Вот такое ощущение, что это вот под конем написано НД, это новый монетный двор, новый московский. И вот, если смотреть на Георгия Победоноса, а под ним змеи нету, вот как-то ни странно, змеи нету, и вот такое ощущение, что по кругу надпись «Царь Петр Алексеевич», вот такое ощущение, что вот на коне вот он как раз сам и сидит. Но это так, мысли вслух. А на самом деле у нас сегодня 12 сентября, а в далеком 1715 году, это 300 лет назад, вот как раз этого времени у нас обе монеточки происходят, вот Петр Первый, он заложив Петербург, сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка каждой новой улицы утверждалась им лично. Сперва это были всего лишь просеки, даже главная улица Невская, Невская перспектива была только просекой от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Вот никакой мостовой на ней не было, по краям для отвода воды были прорыты две обычные канавы, и вот такие вот первые мостовые в городе были деревянные, и Петр настоятельно заботился о них. И вот так вот 12 сентября 1715 года он издал строжайший указ. Великий государь указал в Санкт-Петербурге попубликовать свой великого государя указ, чтобы с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел. Так же и никто, какого бы чину, кто бы ни был, с таким подбоем сапог и башмаков не носил. А если у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, то те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет в его великого государя. Вот такой вот был страшный указ. Позднее на городовом острове нынешней Петроградской стороны начались работы по мощению дорог к булыжникам. Петр издал указ о привозе на речных судах и сухим путем на ввозах, приезжающих к Санкт-Петербургу по определенному числу диких камней. Вот в указе точно не оговорено, какой судно сколько должно было везти камней. И вот этот указ, тем не менее, действовал больше 60 лет. Может быть, многим это и не нравилось, но камень в Петербург, тем не менее, везли, раз указ такой был. И вот более дешевой и привычной для россиян оставалась все-таки деревянная мостовая. Это стало особенно важно после 1718 года, когда каждый домохозяин был обязан устроить и поддерживать в порядке мостовую напротив своего дома. Вот позднее тротуары начали делать из каменных плит, затем появилась торцовая мостовая, диабазовые брусчатки и, наконец, асфальт. Вот такой вот, казалось бы, указ из курьезных, но тем не менее, определенную экономическую основу он под собой имел. Вот такой у нас на сегодня и день вот такие у нас две отыскавшиеся 1715 года монетки. Ну что же, спасибо за внимание. До свидания.